Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я хочу вам показать, как вязать узор объемные ромбы на двухфонтурной машине. Вязать будем вязальными нитками Нарцисс производства ПНК имени Кирва на двухфонтурной машине Сильверит 840. Узор интересен тем, что он одинаково красиво смотрится и с лицевой, и с изнаночной стороны. За счет того, что мы применяем две фонтуры, он получается более объемный, потому что и лицо, и изнанка у нас использованы в данном узоре. Распределяем иглы. У меня рапорт такой, что три краевые с двух сторон. И дальше три иглы переносим на переднюю фонтуру, две остаются на задней. Три на переднюю фонтуру, две на задней. Если вы видите, у меня меточки стоят с одной стороны на передней фонтуре, с другой стороны на задней. На передней, на задней, в шахматном порядке. Поэтому иглы, которые отмечены, мы просто ставим в переднее положение. Так, две, три, две, три, две, три. Все иглы тройные мы переносим на переднюю фонтуру. Переношу я их при помощи двух трехугольных декеров. Можно переносить при помощи кромыслов, как вам удобно. Это несущественно. Моя задача перенести их вперед. Естественно, положение фонтур P, потому что нельзя, чтобы иглы сталкивались в процессе работы. Иглы стоят напротив друг друга, четко. Очень плотное вязание быть не должно, иначе вам будет тяжело переносить петли. Фонтура на фонтуру. Перенесли. Проверили, что все иглы, которые должны стоять в заднем положении, стоят в заднем положении. Все, которые в переднем положении, будут работать задние, чтобы ни в коем случае они не встали в работу. Провязываю два ряда. Все, у нас начало вязания. И теперь я беру кромыслов, потому что это самое удобное. Для переноса петель с одной фонтуры на другую и немножко в бок. Смотрю на метки. Метки у меня на задней фонтуре. То есть я буду сначала смотреть на метки задней фонтуры. Следующий раппорт. Передний, задний, передний. То есть ориентируемся таким образом. В очереди. Сначала одна фонтура, потом другая. Запоминайте, на какую фонтуру вы переносили петли. Сейчас я буду переносить, ориентируясь на метки передней фонтуры. Вот две иглы, отмеченные на передней фонтуре. Поэтому беру кромыслом и вот две иглы, которые у меня стоят. Парочка вот такая, пара игл. Беру из первой тройки и снимаю петлю на кромысло и переношу ее не просто назад, а на вторую двойную иглу. То же самое делаю с этой стороны. И под углом переношу петлю на двойную иглу. Дальше беру двухугольный декер и сдвигаю петли. Сейчас я всего лишь сдвинула петли на центральные две иголки с переносом на другую фонтуру. У меня получилась такая вот сдвижка. И освободились иголки. Я их ставлю в работу на задней фонтуре. То есть у меня постепенно уходят иглы передней фонтуры назад. Итак, освободила место, поставила иголочку. Могу сразу ставить все занятые иглы вперед, чтобы не путаться. Так, эта пара. Теперь вот эта пара. Следующая отметка на передней фонтуре. Переношу петлю на следующую. Блок игл. Перенесла. В принципе, можно это делать сразу, чтобы уже не пользоваться коромыслом. Взять двухугольный декер и перенести оптом. По всей фонтуре. Раз. Два. Если вы будете ставить метки на машине, вы не запутаетесь. Перенесли. Перенесли. И смотрим. Вставляем вперед все иголки. Там, где у нас не хватает, забираем из заднего положения передней фонтуры. Все иглы, все петли должны быть заняты. У нас ни одной свободной иглы в заднем положении не остается. По ряду иглы. Проверяю. Все иголки. Два ряда. Провязали. И выполняем то же самое дальше. Вот. Отметка. Две иглы. Переношу на них петли с задней фонтуры. С передней фонтуры. Если упала петля, зацепите ее и наденьте. Если петли упали далеко внизу, лучше оставьте их там, потом поднимите. Так будет легче. Так. И теперь можно пользоваться этим же кромыслом для не только переноса петель на вторую фонтуру, но и для того, чтобы сдвинуть действующую петлю. Сдвинули. Раз. Два. И сдвинули иголочки к центру каждого раппорта. Все поставили назад. И смотрим, что у нас здесь. Все свободные места занимаем иглами, которые мы оставим в заднем положении. Проверили здесь. Проверили, чтобы стоять в заднем положении, как стоят. Одну забыла. Два ряда. Ну, теперь все просто. Мы просто переносим петли на заднюю фонтуру со сдвигом на один шаг. Все. На передней фонтуре у меня нет ни одной иглы. Все петли у меня стоят на задней фонтуре. Два ряда. И начинаем все заново. Берем два трехугольных декера. Выставляем в переднее положение все отмеченные петли. Так, все отмеченные. Эти три. И... Раз, два. Три, две. Три, две. Три, две иголки. И все тройные петли переносим на переднюю фонтуру. Эта часть одинаковая каждый раз. Переносить нужно трехугольными декерами. Кстати, если у вас всего один комплект или один декер, приобрести эти декеры можно у нас на сайте Изба Вязальня. Эти и другое количество иглов декера для машинки Северит и Бразер. Итак, пересадили, проверили все иглы в заднем положении. Два ряда. Берем коромыслом. И теперь пересаживаем в шахматном порядке. То есть у меня в прошлый раз я ориентировалась на иглу передней фонтуры, а теперь на отметку задней фонтуры. То есть я пересаживаю петли в другую сторону. То есть вот ориентируюсь на другую пару. В шахматном порядке. Раз. Два. В прошлый раз я пересаживала вот сюда. Теперь в шахматном порядке ориентируюсь на отметку задней фонтуры. И повторяю все то же самое. Самое сложное в этом узоре не запутаться последовательности пересадок. Право-лево, право-лево. То есть вот этот шахматный шахматки. Куда я пересаживала в прошлый раз, куда в эту. На каком фонтуру ориентироваться. И дальше вот точно так же я начинаю стягивать петли к двум центральным иглам. Ставим в рабочее положение все освободившиеся иглы. Чтобы у нас каждое расстояние между колками было занято. Чтобы не было ни одного свободного места. Два ряда. И сдвигаем до конца. Все остальное происходит абсолютно одинаково на протяжении всего вывязывания узора. И сразу сдвигаем все вместе. Когда до одной иглы доходит все. И так далее. Доходим до центральной иглы. До последней иглы. Все иглы снимаем на заднюю фонтуру. И переносим все заново. Так здесь все. Смотрим, что у нас остается на задней фонтуре. Ставим в рабочее положение все иголки, которые у нас закрывают потенциально наши ажуры. Все проверили два ряда. И переношу все петли на заднюю фонтуру со сдвигом. Ставим в рабочее положение. Здесь ничего не остается. И идут один фонтуру, ставим в рабочее положение. И два ряда. Все. Теперь опять выдвигаю три крайних. И ориентируюсь на отметки. Ставлю три, две, три, две иглы. И все тройные иглы пересаживаю на переднюю фонтуру. И теперь я буду ориентироваться уже на вторую пару игл. Получается узор в шахматном порядке. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. И ждем вас на наших бесплатных вязальных посиделках, которые проходят по вторникам. И в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...